Здравствуйте, наши дорогие телезрители! И сегодня мы продолжаем наш разговор с исполнительным директором фонда «История Отечества» Константином Ильичем Могилевским. Здравствуйте, Константин Ильич! Здравствуйте! Константин Ильич, как немного говорится на эту тему. Вроде бы уже расставлены все точки над «и», и кто-то вообще говорит о том, ну что вы все время об этой революции, уже сколько можно, уже надоело, уже давайте двигаться вперед, забудем все это, как страшные соны и так далее. Тем не менее, вы знаете, вот в обществе есть вот какие-то определенные группы, подгруппы, которые объединяют определенного взгляда людей, и эти взгляды на революцию, они абсолютно противоположны. То есть эта революция, получается, и отношение к этому событию, оно как бы очень сильно размежевывает людей на определенные группы, скажем так, общественные. И, конечно, существует сейчас очень много книг выходит, новых книг, вот именно которые утверждают о том, что все-таки, несмотря на все какие-то там, как другая группа утверждает, объективные причины революции, существовала какая-то конспирологическая версия, и нам нельзя тоже от этого совершенно откреститься. Все-таки на сегодняшний день и час, вот сколько существует таких подходов, и каковы они? — Знаете, комментируя первую часть вашего вопроса, того, что двигаться вперед или не двигаться, или концентрироваться на прошлом, конечно, всегда нужно идти вперед. Но если вы где-то по дороге наступили на грабли, то какие у вас альтернативы? Можно, конечно, попробовать вернуться, еще раз на них наступить. Но в этом смысла нет, если вы идете вперед. Нужно помнить о том, что есть такая опасность, что вы когда-то на эти грабли наступили, потому что впереди могут быть еще такие же грабли. — И не одни. — Да, и просто вы их, помня о своем прошлом, обойдете. Поэтому забывать не надо, и вперед идти необходимо. А что касается конспирологических версий, то, ну, конечно, все серьезные историки согласны, что это бред сивой кобылы, что ничего в истории большой страны, да, не происходит просто так. И под влиянием каких-то семиминутных заговоров страна не может вот так перевернуться вся. Для этого, несомненно, есть глубинные, серьезные причины. А когда не хочется их видеть, тогда, конечно, легко придумывать разные версии. Я их даже повторять не хочу. Если вспомнить, откуда все это идет, то это идет оттуда уже, с тех времен. И вдумывали все это те, кто хотел снять с себя ответственность, кто вовремя не принял каких-то решений, кто испугался, кто недопонял важности текущего момента. И потом уже задним числом говорить, вот это там, кто-то с кем-то договорился, кто-то кому-то денег дал, кто-то кого-то здесь в вагоне провез. Это настолько несерьезно. Вот если говорить о позиции людей, которые занимались этим, которые знакомы с источниками, это не влияло ни на что. Ну вот, вопрос, не будь Ленина Троцкого, вот была ли революция. Но мы же не можем вернуться, отменить Ленина Троцкого и посмотреть, как было бы было. Ну, был бы, может быть, кто-то еще. Ну, конечно, был бы кто-то еще. Но в то же время, все-таки, вы знаете, я уже тоже достаточно долго варюсь, скажем так, в этой теме. И, конечно, как журналисту мне приходится читать и эту сторону, и эту. Мне приходится читать и мнение современных ученых, самые последние какие-то статьи, публикации на эту тему. И, конечно, я никак не могу пройти мимо полки с появляющимися книгами, которые там, например, кричат, вот разгадка русской революции, вот вам, пожалуйста, определенные, там, скажем, данные и определенные факты того, как это было. Конечно, это читаешь, это захватывающе, это очень логически выстроенный. Вы знаете, порой вот просто начинаешь в это верить. Просто, вы знаете, ну, на самом деле, что когда там читаешь про убийство Распутина, там, или еще про какие-то факты, то все равно, так или иначе, ты начинаешь думать о том, что, наверное, не без этого. Наверное, все равно без этого никак не могло обойтись. И там последний контрольный выстрел действительно сделал там Рейнар, который был в то время представителем Великобритании. Ну вот, и, вы знаете, может быть, вот вопрос такой рождается. Может быть, существовало и то, и то. Ну, конечно, существовало всякое. И, конечно, если говорить об интересах других государств, о работе в иностранных спецслужб, ну, конечно, всегда это было и есть. И, естественно, задавая себе вопрос, было ли выгодно тем или иным нашим соседним, соседним европейским странам, привести Россию в такое безобразное состояние? Ну, наверное, да. Второй вопрос. Были ли они в состоянии это сделать, если бы Россия сама себя до такого состояния не довела? Конечно, нет. Нельзя так себя не уважать. Нельзя с таким неуважением относиться к собственной стране, к собственному народу. Если мы говорим о том, что какой-то инспирированный из-за рубежа заговор способен так ослабить разум нашего народа и так перевернуть вообще страну, то эта позиция как раз и есть прямое неуважение и непонимание всей глубины и самостоятельности и сложности нашего народа, да, и нашей стороны и сложности во всех этих процессах. Поэтому, конечно, всегда будет на полк хренов исторической литературы и билетристика, и всегда заманчиво заработать денег, выдумав какую-то красивую историю, дав простые ответы на сложнейший вопрос. В чем здесь задача историков, и как мы видим, задачу Российского исторического общества, фонда «История Отечества», как минимум думающим людям дать альтернативу, дать возможность увидеть на же книжных полках в магазинах, на полках библиотек, серьезную или даже, может быть, научно-популярную, но качественную литературу. Ну вот, при поддержке фонда «История Отечества» под эгидой российского исторического общества вышла большая энциклопедия «Россия» в 1917 году. Вышла книга, двухтомник в Институте российской истории, Российской академии наук. Это история Великой Российской революции. Вышли другие книги, прошли выставки. Сколько интересных выставок прошло, и сейчас уже все есть в интернете. Материалы этих выставок есть, каталоги. И даже при поддержке фонда и в Музее современной истории России в Москве, и в Музее политической истории России в Петербурге, в выставочном зале федеральных архивов прошла огромная, небывалая по масштабам выставка Ленин. Все издано, есть виртуальные туры. Все есть в интернете, все есть в книжках. Пожалуйста. Сняты фильмы хорошие, в том числе при поддержке фонда «История Отечества». Кроме «Матильды» какие-нибудь вы могли бы назвать? Мы говорим все-таки о документальных фильмах. Да. И в этом смысле фильм об истории Российской революции в регионах. В пяти разных регионах поработала съемочная группа, собрав и точки зрения местных музейщиков, ученых, так и проанализировав память народную. Ведь в разных регионах совершенно по-разному люди помнят о том, что там происходило. Это вообще очень интересный разговор, который по-крупному еще предстоит. Как менялась власть, как менялась жизнь в регионах. Потому что события февраля, октября 1917 года, они сконцентрировались в столицах, даже в Петербурге. Конечно. А что было во всей России? А во всей России было совершенно по-разному. И осмысление, изучение вот этого опыта тоже, конечно, способно намного дать. Но еще раз хочу повторить, наверное, самое главное. Самое главное – понимать, что за всеми событиями в истории, в том числе в истории Великой Российской революции, стояли люди, такие же, как мы с вами. И у нас нет никаких оснований относиться к этим людям без уважения. Нет никаких оснований думать о том, что они были глупее нас, трусливее нас, меньше нас любили Родину. Нам нужно в первую очередь думать о них, думать об их мотивах, стараться их понять. И вот тогда мы действительно и разговор об истории сможем сделать интереснее. Она станет… этот разговор тогда становится не сухой. Это разговор о людях, вот таких же, как мы с вами. И тогда, конечно, и какие-то уроки мы для себя, наверное, сможем. Вы знаете, вот обращаясь к тем вопросам, которые я подготовил для нашей встречи, вот хочу о чем спросить. Как за границей оценивают сегодня вот такое явление, как Российская революция? Вы знаете, для нас даже в определенной степени сюрпризом стал тот интерес, который в некоторых странах к нашей истории, к нашей революции был проявлен. И я бы сказал, что где-то столетия нашей революции праздновали. Мы в России его не праздновали, мы говорили о том, что мы отмечаем этот юбилей. Отмечать не значит праздновать. А вот, например, в Бразилии, то с большим энтузиазмом этот юбилей отметили. Много было бразильских журналистов здесь, мы разговаривали с ними. Ну, что уж говорить о странах победившего социализма, о Кубе, о Китае, кстати говоря. Китай. Вот Китай, можно понять, да, они все-таки стоят на позициях социализма, хотя и преобразованного во многом, капитализированного социализма. Но очень большой вопрос в отношении Бразилии и странах, допустим, даже того же социалистического лагеря. Потому что, конечно, наверняка там должно было бы быть с точностью наоборот, вот эти оценки. А уж Бразилия совсем непонятно. Но, тем не менее, для нас это самих было удивительно. Мы были рады наших бразильских друзей принимать здесь и разговаривать с ними об уроках российской революции. Серьезные историки из Великобритании, Соединенных Штатов, из Германии, в общем-то, они работают в контакте с нашими историками. Нам хотелось бы, чтобы взгляд, позицию российских историков лучше знали за рубежом. Именно поэтому мы по линии фонда как раз поддерживаем проведение международных мероприятий с участием иностранных историков. Нам нужно, чтобы иностранцы приезжали к нам и слушали наших историков. Чтобы у нас все-таки вот этот процесс и изучение, и популяризация истории. Ну, чтобы, во всяком случае, была бы информированность взаимная. Я должен сказать, что много достойных людей, серьезных ученых, которые приезжали к нам для участия в конференции, с лекциями. Есть организация, Международный комитет исторических наук, который объединяет историков всего мира. И вот в прошлом году, в 2017-м, ассамблея вот этого Международного комитета прошла у нас, в Москве. Каждый раз это мероприятие проходит на одном месте, и они именно в связи с юбилеем Российской революции выбрали Москву. И состоялся такой, в общем, серьезный разговор. Всегда, в общем, не хватало зарубежным историкам какой-то точности в деталях. Потому что точно в деталях она происходит, прежде всего, от возможности работать в архивах с документами на русском языке. И при том, что многие из них люди хорошо образованные, хорошо подготовленные, все равно проскалькивают время от времени в некоторых работах какие-то неточности, которые снижают общее впечатление. Я сейчас говорю, в первую очередь, о том, что я хорошо знаю, что связано с анализом Столыпинских реформ, английской, американской историографии. Но сказать о том, что у нас как-то кардинально различаются взгляды, я не могу. Я, наверное, должен как одно из наших достижений отметить, что нам удалось крупных иностранных историков вовлечь в дискуссию о Великой Российской революции по нашей повестке. А вопросы эти мы с вами уже обозначили. Все-таки, насколько была революция в 1917 году неизбежна, насколько критичным был фактор войны, насколько состояние экономики создавало предпосылки для революции. Или это была, я считаю, в первую очередь, политическая история, невозможность на политическом уровне убрать противоречия между общественными слоями. Ну да, аграрный вопрос тот же самый, национальный, наверное, тоже нельзя сбрасывать. То есть здесь, если говорить о серьезных историках, в общем, они в нашей повестке. Понятно. Константин Ильич, следуем дальше. Какие моменты эпохи Великих Потрясений с точки зрения развития демократического общества в России следовало бы подвергнуть осуждению в какой форме? Например, красный террор и политические репрессии. Почему бы государству открыто не заявить об этом? Ведь, по сути, это были преступления против человека. Ну, конечно. По-моему, все заявления необходимо сделаны, и неоднократно. В прошлом году президент открыл памятник жертвам политических репрессий. Президент бывал на Бутовском полигоне, где делал заявление, необходимое на этот счет. Здесь, по-моему, позиция государства сформулирована достаточно недвусмысленно. Как избежать этого? Понимаете, ведь история, эта история, как мы с вами говорили, она должна кого-то чему-то учить. И всегда есть опасность у общества, у людей, пройдя такой жесточайший период истории, всегда есть боязнь снова нарваться на эти же грабли. Понимаете, вот если однажды в семье кто-то сошел с ума, то для следующих поколений возможность сойти с ума, она меньше или больше? Тут, мне кажется, непредсказуемо. Можно сказать, что есть какой-то фактор наследственности, а можно сказать, что за этим тогда будут следить и как-то, ну, вовремя, может, какие-то таблетки выпьют. Ну да, смотря о каком заболевании идет речь, скажем так. Да, да. Поэтому, конечно, гарантий здесь, разумеется, никто никаких не даст. История учит тому, что у них бывает всякое. Но, естественно, общество должно быть заинтересовано в том, чтобы сохранить рассудок. Ну, конечно, защитить себя, обезопасить от этого. И уж кто, как не наш народ, который прошел через такие жесточайшие испытания в 20 веке, заинтересован в том, чтобы сохранить мир и внутренний, и внешний. Вот здесь задача историков, а мы можем, будучи историками, говорить о том, что мы можем делать, задача историков, конечно, не уставать об этом говорить и напоминать. Выпускать книжки, проводить выставки. Проводить выставки как в музеях, так и на улицах. Я, кстати, вот всех приглашаю на Никольской улице. Открылась такая новая открытая выставочная площадка напротив Никольской 15, историко-архивного института. Такие стенды, на которых все время какие-то интересные документы, фотографии по важной теме российской истории. В прошлом году, в конце прошлого года, это была революция 17-го года в Москве, на улицах Москвы, что в этом году начали с истории Сталинградской битвы, потому что как раз 75 лет окончания Сталинградской битвы. Сейчас, в начале апреля, кроме выставки, посвященной Александру II, которому 20 лет. То есть всеми возможными способами рассказывать людям, всем, кому это интересно, а кому не интересно, стараться у тех зародить интерес к истории. Потому что, ну, когда уже начинаешь думать об истории, то, ну, может, где-то срабатывают у кого-то какие-то ограничители. Ну, кстати, Константин Ильич, у меня тоже родился по ходу нашей беседы вопрос такой, что многие, ну, кстати, я сталкивалась с таким мнением, что говорили о том, что большевистское государство нелегитимно. Вот, что эта власть нелегитимная, что, в принципе, это все достаточно, ну, скажем так, можно легко изменить. Ну, а как вы измените то, что случилось сто лет назад? Конечно, во времена великих потрясений сложно говорить о точности, да, юридических процедур. Но не только в России случались революции, не только в России изменялся государственный строй. Чего уж теперь, если мы исходим из того, что единственным источником власти является народ, и народ так или иначе в ходе Великой Российской революции, которая включила в себя и переворот, и гражданскую войну, свою волю выразил. К сожалению, одна часть народа победила другую. Ну, вот, ну, что еще? Ну, реваншировать монархию, например. Вот, а если говорить о... А это тоже воля народа. Пожалуйста, я сейчас такой воли, в общем, не наблюдаю, может быть, я ошибаюсь. Вот, может быть, через какое-то время будет по-другому здесь. Сложно говорить. Но так или иначе, это... Говорите уже о каких-то современных юридических процедурах. Идем дальше. Значит, самые громкие убийства, с которых все начиналось, это убийства без суда и следствия священников и царской семьи, после которых раскрутился маховик массовых убийств людей. Ну, и вот, что государство в состоянии сделать, чтобы больше этого не повторилось. И как вот, что называется, мы можем оценить вот все вот это происшедшее? Ну, как оценить? Конечно, это огромная трагедия и целая серия преступлений, которых было в те времена немало. Ну да, то есть, а как вот, ну, кто-то за это должен ответить? Или это вот как происходит в истории, вот так и происходит? Оно остается просто историческим фактом? Да. Ну, кто? Те, кто за это мог ответить, уже ответили перед Богом. Вот, уже их нет. И что мы можем сделать сейчас, неживущие… Ну да, чтобы предупредить такие подобные вещи. Это помнить об этом. И рассказывать людям, рассказывать школьникам, поддерживать интерес к истории, к настоящей. И помнить о том, что, к сожалению, в такие времена, времена великих потрясений, когда сходит начательная часть народа с ума, образно выражаясь, происходит преступление с разных сторон, как с тех, так и с других. Об этом, конечно, надо помнить, но не время, спустя сто лет, кого-то за это преследовать. Все, нет их уже. И нет этих даже, так сказать, тогдашних политических сил. Не нужно сейчас кому-то пытаться на себя брать функции… Это вину, да. Да, или вину, или функции прокуроров, адвокатов, судей. Да, примитительно к тем событиям и к тем людям, которые жили сто лет назад. Все-таки не нужно возвращать это в повестку с сегодняшней актуальной жизни. Об этом нужно помнить, нужно относиться к этому, на мой взгляд, все-таки как к истории, как к нашему прошлому, вот какое оно не было. Ну, собственно говоря, да, возвращаясь с того, с чего мы начали, как в хорошем кино. Какие нас ждут ближайшие юбилеи, события, каким ваш фонд уделит особое внимание? Ну, мы действительно строим свои приоритеты по большей части вокруг юбилеев. Ну, это естественно, потому что общественный интерес к истории, он увеличивается в связи с юбилеем. В этом, в общем, нет ничего дурного. Просто на этот общественный запрос нужно отвечать. В этом году у нас три очень интересных юбилея. Если мы говорим о двухсотлетии Александра II, Карла Маркса и Ивана Тургенева. Вот, представляете, они все одногодки, да. И каждый по-своему на историю культуры России оказали большое влияние. Об этом нужно говорить. Ну, конечно, Александр II – это выдающаяся фигура, которая стоит осумняком. Многие мои поколения говорят, что это лучший царь в истории России, царь-освободитель. Причем он царь-освободитель для нас, так как он освободил миллионы крестьян от крепостной зависимости, от крепостного рабства. И он царь-освободитель для балканских народов, для болгар. Стоит в Софии памятник царю-освободителю. Болгары прекрасно помнят, что 140 лет назад русская армия по указанию Александра II победила в русско-турецкой войне и вернула болгарам государственность. Освободив их от 500-летнего османского владычества. Поэтому вот эти юбилеи. Если продолжать разговор о писателях, то это 150-летний юбилей Максима Горького и 100-летний юбилей Александра Исаевича Суженицына. Конечно, это 75 лет событиям Великой Отечественной войны. Я говорил уже о Сталинградской битве, 50-75-летие победы в Курской битве. У нас 25 лет нашей современной российской конституции. Это уже часть нашей современной истории. И тоже очень интересные времена. И разговор о том, какие дискуссии были вокруг этой конституции, как ее готовили, он тоже будет очень интересным. И, кстати, 100 лет первой конституции, конституция РССР 1918 года. На всех этих событиях мы, конечно, будем обращать внимание. И в следующем году у нас столетие российской академической археологии. Принятие решения о создании Академии Истории и Материальной Культуры был декрет Ленина соответствующий. И тогда впервые археология была, можно сказать, признана государственной наукой. До этого археологические исследования были организованы немножко по-другому. Ну да, они входили в общий объем исторического знания. И создан организационный комитет под председателем Сергея Евгеньевича Нарышкина. И начал свою работу. Я надеюсь, что мы будем в этом и в следующем году больше говорить об археологии, о ее достижениях. То есть целая палитра очень интересных направлений. Оценок новых взглядов. Оценок новых взглядов, да. И мы будем стараться больше говорить о нашей российской истории. И делать нашу историю более интересной и понятной людям, нашим соотечественникам. Спасибо вам огромное, Константин Ильич, что приняли нас у себя в гостях. Что уделили нам время. Что ответили на все наши вопросы. Спасибо вам еще раз. А я благодарю наших телезрителей и напоминаю, что мы были в гостях в фонде «История Отечества». И вели наш разговор с исполнительным директором фонда «История Отечества» Константином Ильичем Могилевским. Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч.